Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и в этом ролике я буду говорить о таком явлении как морские приливы. Но сначала я хочу обсудить не приливы, а приливные силы, используя для этого по возможности самые простые модели. Потом я перейду к приливным силам, которые возникают из-за того, что космические тела, такие как Земля, Луна и Солнце, притягивают друг друга. И уже только после этого я начну рассматривать сами приливы. Причем я буду обсуждать модели приливов, как физик. Сначала самые простые, ну и поэтому достаточно далекие от реальности, а потом постепенно к этой реальности приближающиеся. Для начала давайте представим себе три тела одинаковой массы, падающие вот в таком положении вниз на Землю. И если бы гравитационное поле Земли было однородным, то тогда бы на эти три тела действовали равные силы тяготения, и они падали бы вниз с одним и тем же ускорением свободного падения. Но земное тяготение ослабевает при удалении от Земли, и поэтому на нижнее тело в любой момент времени будет действовать наибольшая сила тяжести, а на верхнее наименьшая. В результате в любой момент времени нижнее тело будет падать с наибольшим ускорением, а верхнее с наименьшим, так что цепочка из трех тел все время будет растягиваться. И с точки зрения наблюдателя на среднем теле, нижнее тело будет уходить от него вниз, а верхнее тело будет уходить вверх, ведь оно отстает от среднего тела. Теперь представим, что эти три тела соединены жесткими стержнями. Эти стержни будут препятствовать расхождению тел возникающими вниз упругими силами. И наблюдателю на среднем теле будет казаться, что нижнее тело тянет с некоторой силой вниз, а верхнее тело тянет с такой же силой вверх. А стержни эти растягивающие силы уравновешивают. И вот эти силы, которые в нашем примере растягивают падающее вниз тело по вертикали и называются в физике приливными силами, а возникают они из-за неоднородности гравитационного поля. Реальны эти силы или нет – это вопрос выбора точки зрения и способа описания. Но возникающие деформации точно реальны, и поэтому нам при описании явлений удобно говорить о растягивающих падающее тело приливных силах. Но это еще не все, потому что теперь я придам нашему падающему телу вид крестовины и посмотрю, что при его падении будет происходить с боковыми грузами. И надо вспомнить, что силы, с которыми части этого тела притягиваются землей, не параллельны, но направлены в одну точку к воображаемому центру земли. А это означает, что в свободном падении боковые массы стремятся приблизиться к центральной части, а стержни крестовины этому препятствуют. И опять, для описания этого явления нам удобно считать, что на боковые грузы действуют приливные силы, которые сдавливают тело, прижимая его боковые части к середине. И можно показать, что при равных длидах стержней и равных массах эти сжимающие приливные силы в два раза меньше тех, которые растягивают это тело вдоль вертикали. А теперь мы от тела, которое падает на Землю, перейдем к рассмотрению космической станции, которая летает на орбите вокруг Земли. Но, впрочем, это ведь тоже в своем роде свободное падение. Но тут есть свои тонкости. И я опять буду рассматривать вот такую крестовую станцию. Но мое рассмотрение будет зависеть от того, как эта станция ориентирована в полете. Вот этим помеченным отсеком смотрит ли она все время на Землю, так что за один оборот вокруг Земли она, получается, делает и один оборот вокруг своей собственной оси. Или же она ориентирована по звездам. И этот отсек то смотрит на Землю, а через половину оборота вокруг Земли он, наоборот, будет смотреть от Земли. И вот я изобразил здесь космическую станцию, которая движется по круговой орбите. Я буду считать, что вот этот ее отсек все время обращен к Земле. Здесь я написал центростремительное ускорение омега квадрат r для центрального отсека. Тогда r это расстояние от центра этого отсека до центра Земли, ну а вращается он по орбите с угловой частотой омега и с этой же угловой частотой, поскольку станция движется как целая, вращаются и все остальные его блоки. Ну а теперь посмотрим на вот эти два зеленых блока, один из которых обращен к Земле, а другой против Земли. Для этого блока расстояние r от его центра до центра Земли меньше, чем r и ему потребно меньшее угловое ускорение. А сила тяжести здесь, поскольку он ближе к Земле, больше и она обеспечивает некий избыток, который оттягивает этот блок вниз. Так что нам представляется, что на него действует некая сила. Теперь смотрим на этот блок. У него радиус больше и угловое ускорение, чтобы двигаться по окружности, должно быть больше, а сила тяжести здесь наоборот меньше. Ну и стало быть этой силы тяжести не хватает, чтобы удержать его на круговой орбите, он по отношению к станции начинает уходить вверх и его опять же растянутая пружина удерживает. И здесь мы должны нарисовать эту силу, которая его оттягивает. Ну а теперь вот эти два оранжевых блока, ну с ними проще рассуждение. Сила тяжести, действующая на эти блоки, не параллельна силе тяжести, действующей на центральный отсек. И это означает, что у нее имеется компонента, если разложить здесь по вот таким координатам, направленная к центральному отсеку, он сжимает пружину. И то же самое можно сказать и про этот отсек. И вот таким образом у нас появляются приливные силы, которые растягивают станцию в одном направлении и сжимают ее в другом направлении. Все точно так же, как и в той ситуации, когда эта наша крестовина просто свободно падала на землю. Но тут внимательный зритель может воскликнуть. Как же так? А давайте вообще уберем вот эти пружины, которые соединяют боковые отсеки с центральным. Ну тогда все эти три тела движутся по одной и той же круговой орбите. Ну и поэтому они должны не сближаться, не расходиться. И никаких приливных сил вроде бы вообще не должно возникать. Вот этих зеленым помеченных. Ну ответ здесь простой. Мы забыли, хотя я предупреждал, о том, что вращаясь вокруг земли, с той же частотой это тело и вращается вокруг своей собственной оси, чтобы нижний отсек всегда смотрел на землю. И за счет этого вращения в системе появляются центробежные силы, которые как раз компенсируют действие вот этих приливных сил. А к вот этим приливным силам они еще и прибавляются, растягивая пружины, смотрящие вдоль оси от тела на землю еще сильнее. Это и есть разрешение кажущегося парадокса. И вот простые модели возникновения приливных сил мы с вами рассмотрели. А теперь надо поговорить о приливных ускорениях. Потому что напряженность гравитационного поля характеризуется именно тем ускорением, с которым в этом поле движется свободно отпущенное или брошенное тело. В однородном гравитационном поле все тела двигались бы с одним ускорением. И никаких приливных ускорений при этом бы не возникало. Но в реальности гравитационные поля неоднородны. Я здесь очень условно показал поле, созданное массивным телом, находящимся где-то слева за границей кадра. Теперь изображенные здесь тела движутся с разными ускорениями. Найдем разности между этими ускорениями и ускорением центрального тела этой группы, и у нас получится вот такая картинка. То, что осталось, это и есть приливные ускорения, с которыми показанные тела движутся относительно центрального тела. А если все эти тела соединить жесткими связями, тогда они будут двигаться в гравитационном поле, как одно большое твердое тело, но на части этого тела будут действовать показанные здесь приливные силы. Если стрелочек нарисовать побольше и поплотнее, то получится вот такая картинка. И именно эта картинка объясняет, почему Луна создает два приливных горба, а не один, и Солнце тоже создает два своих приливных горба. А о том, что происходит с этими горбами, мы еще поговорим дальше. И вот наконец-то мы добрались до возможности поговорить еще не о приливах, а о приливных ускорениях и приливных силах, которые создают Солнце и Луна, действующие на Землю. И я сперва возьму пару Земля-Солнце, веду обозначение масса Солнца, масса Земли, R большое расстояние между центрами Солнца и Земли и R малый радиус Земли. И посчитаю приливные ускорения, которые направлены к Солнцу на той стороне Земли, которая смотрит на Солнце, и от Солнца на той стороне Земли, которая противоположна Солнцу. А для этого я сначала найду ускорение, с которым Земля движется по орбите. Ну, соответственно, я должен силу тяготения между Солнцем и Луной поделить на массу Земли. Ну, и у меня будет гамма, постоянное всемирное тяготение, на массу Солнца поделить на R большое в квадрате. А еще мне потребуется потом ускорение свободного падения на поверхности Земли. Я его тоже в таком же виде представлю. Гамма масса Земли делить на радиус Земли в квадрате. Ну, а теперь самое главное в этом расчете – величина приливного ускорения в этих двух точках. Ну, соответственно, я должен узнать, насколько вот это ускорение А меняется на радиусе Земли. И поэтому я дифференцирую ДА по ДР большое, ну и на Р малое умножаю. Ну, здесь двойка выскативает, поскольку было R в квадрате. В знаменатель идет R большое в кубе, а в числителе появляется R малое. Вот такая величина. Но я ее саму считать не буду, а сразу же отнесу ее к величине ускорения свободного падения на поверхности Земли. Это очень удобно по делю, а приливное на G. Ну, и там гамма сократится. И выразится это в таком виде. Вот это двоечка. Потом отношение массы Солнца к массе Земли. А потом отношение радиуса Земли к расстоянию от Земли до Солнца в кубе. А если мы будем делать такие же расчеты для пары Земля-Луна, то ничего не поменяется. Только здесь вместо массы Солнца будет стоять масса Луны, а здесь будет стоять в знаменателе расстояние от Земли до Луны. А теперь составим таблицу. И во второй ее строке приведем данные для Солнца, а в третьей для Луны. Солнце в 333 тысячи раз массивнее Земли. Расстояние от Солнца до Земли в 23,5 тысячи раз больше радиуса Земли. И создаваемое Солнцем приливное ускорение составляет 5,2 на 10 в минус 8 степени от ускорения свободного падения на поверхности Земли. Это ускорение очень маленькое, но создаваемые эффекты, как мы увидим дальше, совсем не малы. Хотя они, конечно, очень малы по сравнению с радиусом Земли. А для Луны ее масса составляет 1,81 от массы Земли. Расстояние до нашего спутника равно 60 радиусам Земли. И приливное ускорение, создаваемое Луной, оказывается в 2 раза большим, чем ускорение, создаваемое Солнцем. А все дело в том, что хотя масса Луны ничтожна по сравнению с массой Солнца, но зато Луна находится к нам гораздо ближе, чем Солнце. А отношение расстояния в этой формуле стоит даже не в квадрате, а в кубе. И вот мы, наконец, добрались до того, чтобы рассмотреть первую работающую физическую модель приливов, которую предложил Исаак Ньютон в своих математических началах натуральной философии. Но при этом надо понимать, что это будет всего лишь модель, так сказать, сферический конь в вакууме, как мы обычно выражаемся. И тем не менее, она будет описывать некоторые сущностные стороны явления приливов, хотя реальные приливы окажутся все еще не похожими на то, как они происходят в этой модели. И чтобы понять модель Ньютона, надо представить себе сообщающиеся сосуды, заполненные жидкостью. И допустить, что мы можем силу тяжести справа и слева делать несколько разной. У нас будут разные ускорения свободного падения, их обозначу G1 и G2. А столбы уравновешиваются давлением снизу. И это означает, что где больше сила тяжести, там должна быть меньше высота столба. Он опустится ниже. Ну и чтобы не утруждать себя дополнительными выкладками, я буду считать, что разность ускорения свободного падения небольшая, дельта G и тогда установившаяся разность, дельта H, так будет относиться к высоте столбов H, как дельта G будет относиться к G. Вот такая пропорция. А теперь мы рассмотрим сферическую жидкую Землю, которая приобретает такую форму от того, что все ее части тяготеют друг к другу. И спросим себя, а насколько эта Земля деформируется под действием одних только уже рассчитанных приливных ускорений или приливных сил, как вам нравится. Ну и она вытянется в одном направлении, как мы знаем, и сплющится в двух других направлениях. Вот так, еще перпендикулярно плоскости доски. И такую жидкую Землю, деформированную, мы мысленно отвердим, оставив в ней один только вот этот канал жидким. И у нас получились сообщающиеся сосуды. И жидкость в этих сообщающихся сосудах должна здесь, в центре, создавать одно и то же давление. И отсюда мы сразу же немедленно получаем пропорцию, что разность как бы деформационная между тем, насколько здесь у нас Земля, ну так сказать, в максимуме приливе деформировалась. А здесь у нас будет отлив, соответственно. Разность между этими двумя деформациями, обозначим ее D, это и будет размах воображаемого прилива. Вот так относится к радиусу Земли, как приливное ускорение, но опять-таки я напоминаю, что мы рассчитали вот это, и плюс еще есть вот это, которое в половину меньше, как нетрудно теперь понять. Так что здесь то, что мы посчитали на три вторых, надо умножать. Относится к ускорению свободного падения G. И из этой пропорции теперь мы можем оценить высоту прилива в данной модели. И отсюда получается, что высота обоих лунных горбов на экваторе в такой модели составляет порядка 70 сантиметров, а высота обоих солнечных горбов порядка 30 сантиметров. Но Солнце и Луна притягивают Землю совместно, и когда они действуют в сизиге вдоль одной прямой, высоты горбов складываются до одного метра. Причем неважно, находится ли Луна в новолунии с той же стороны от Земли, что и Солнце, или в полнолунии по другую сторону от Земли. А когда они действуют в квадратуре, и Луна находится в четверти, действия Луны и Солнца вычитаются, и высота горба уменьшается до 40 сантиметров. И тут я должен очередной раз сказать, что то, что мы сейчас рассмотрели, это не реальность, а всего лишь ее модель. И Земля, конечно, не является жидким шаром, но самое главное, она вращается, и приливная волна бежит по поверхности океана. А океан имеет глубину, которая совсем невелика по сравнению с радиусом Земли. Ну и кроме того, океаны ограничены, и приливная волна не может пробежать через ограничивающий океан материк. И все это должно быть уточнено в более сложных и сложных моделях, которые образуют целую иерархию. И я должен сказать, что именно так всегда и работают физики, двигаясь от простых моделей к более сложным, насколько это возможно. И вот мы, наконец, добрались до динамической теории приливов, которую предложил французский математик и механик Пьер Симон Лаплас. В этой модели считается, что земной шар покрыт водной оболочкой относительно небольшой толщины, но зато со всех сторон эта толщина постоянная. Никаких материков пока что нет. И самое главное, в этой модели считается, что Земля вращается. Но, впрочем, мы можем перейти в систему отсчета неинерциальную, связанную с Землей, тогда сама Земля покоится. Но вокруг Земли вращается поле приливных сил. И вот это вращающееся приливное поле создает приливные волны, которые движутся в водной оболочке. И получается, что мы имеем дело с вынужденными колебаниями. Ну а тогда нам надо найти собственные частоты и периоды этих колебаний. А период – это время, за которое длинная волна обегает по кругу земной шар. Ну, чтобы найти это время, надо взять формулу для скорости волны. Это корень из G умножить на H, где H – это глубина океана. Средняя глубина океана – это 4 километра. Подставляем сюда и получаем скорость 200 метров в секунду. Ну, а теперь период. Надо взять охват земного шара 40 тысяч километров, поделить на вот это дело 0,2 километра в секунду. И сразу в сутки перевожу. Получается 2,3 суток. А приливное поле хочет тащить эту волну, делая оборот чуть больше, чем за сутки. Чуть больше от того, что Луна сама тоже движется по орбите, а не стоит на месте. И получается, что поле гонит волну на частотах больше собственных, далеко от резонанса. Ну, а в такой ситуации волна будет возбуждаться не в фазе с полем, что произошло бы наоборот, если бы все происходило очень медленно. Ну, понятно, что тогда океан подстроился бы под приливную гравитацию. А в противофазе. И поэтому вот в экваториальных водах в этой ситуации максимум прилива будет не тогда, когда Луна над головой или наоборот, там под землей. Но сдвинут на 6 часов, когда Луна восходящая на горизонте или наоборот заходящая. А теперь мы посмотрим на реальную карту поведения приливов и отливов в течение одних суток. И увидим на ней много интересного. Прежде всего, выясняется, что Ньютоновская оценка амплитуды океанских приливов порядка 1 метра работает. Далее. Оказывается, что максимальные амплитуды наблюдаются не только у некоторых экваториальных берегов, но также у берегов Аляски, Камчатки, Бискайском заливе, между Гренландией и Северной Америкой. И это тоже понятно. В этих широтах вынужденное движение приливных волн происходит с меньшими скоростями, а значит ближе к резонансу. А еще мы увидим, что на поверхности океана имеются так называемые амфидрамические точки, где амплитуда колебаний просто равна нулю, а приливные волны ходят вокруг этих точек кругами. И здесь уже надо будет говорить об интерференции волн в океанских бассейнах, а еще на том, что на движущейся в таких масштабах массы воды действуют существенные кориолисовые силы, которые и приводят к соответствующему вращению. И подводя итоги, я хочу сказать, что про приливы желательно понимать две вещи. Первое. Как возникают приливные ускорения? Они же приливные потенциалы. И почему и Луна, и Солнце создают не один горб приливной, а два горба? И второе. Это то, что приливы это не статическое, а динамическое явление в конечном счете. И мы имеем дело с приливными волнами. Ну а теперь настало время нашего заключительного вопроса. И он будет таким. Вот оказывается, что в приливе частицы воды вверх и вниз поднимаются очень незначительно. Мы уже знаем, насколько. Но вот зато в горизонтальном направлении они проходят весьма большие расстояния. И я прошу вас объяснить, почему так получается. А кто сможет оценить, какие это расстояния и, соответственно, какие скорости развиваются в приливных течениях. Ну, это будет бонус. Пишите все это в комментариях под этим роликом на ютубе. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!